Здравствуйте, меня зовут Ильнур. Я предприниматель, спортсмен, человек, который ищет смысл. У нас сосед был, он занимался самбо, и он был старше, сколько ему лет было, 17-18, но это как будто все мы помним, что в детстве, если на год старше, уже кажется, как бы очень взрослый. Мне было 6 лет, и я, он был мастером спорта или кандидатом мастера спорта, и я хотел тоже научиться, я старался сделать все, чтобы быть таким, как он. И это в какой-то степени была цель, смысл моего существования в то время. И со временем так получалось, и потом задавал себе вопрос, почему и так далее. Но первое, наверное, мы все подражаем, и дальше узнаем, почему, для чего, что это нам дает. В 6 лет я пошел в секцию, меня привели, и с тех пор я сам ходил, это было там несколько километров, 3 раза в неделю, это была окраина города, я шел темными, какими, даже не улицами, даже улицами нельзя назвать это, дорога сквозь камыши, рельсы, и это было очень страшно. Тренировка не так меня пугала, как дорога. Я закрыл глаза, шел, я должен пройти, я должен пройти. Этого всего я, конечно, не осознавал, но была дорога, которая была через рельсы, она была подсвечиваемая и была темная. И я возвращался, в какое-то время все время по рельсам шел, то есть не думая, просто шел, шел, и в какой-то момент у меня мысль, что, а что я не иду по дороге, которая ведет через камыши? Вот в голове возник ответ, ну, потому что страшно, и я сказал себе, значит, я боюсь, значит, я не смелый, и эта мысль мне не дала покоя, я говорю, не, я тогда пойду по этой дороге, и я прошел эту дорогу, и себя зауважал, вот вышел, и у меня такое ощущение, что я, не знаю, олимпиаду выиграл, да, вот, это было сродни, я не знаю, это чувство, это я редко испытывал, вот, наверное, вот это какая-то степень история, метафора того, что каждый из нас делает в жизни страшно, есть более понятная дорога, есть та самая тернистая, пугающая, вот, если мы все-таки пойдем по ней, то ощущение удовлетворенности, ощущение счастья неминуемо. До 14 лет я позанимался очень многими видами спорта, то есть был непостоянен, в самбо, наверное, дольше всего пробыл, потом, ну, так получалось, что мы каждое лето уезжали в Баку, в деревню, и приезжая, секса распалась, я находил новую сексу самбо и начинал заниматься заново, вот, это, кстати, дало, сейчас рассказываю вам, и понимаю, что это дало такой скилл, такой паттер поведенческий, где я могу входить в контексты, да, то есть новый контекст, новый стресс, нужно показать себя в коллективе, в новом коллективе, который непонятен, и у ребенка это вызывает определенные поведенческие, да, навыки, которые помогут ему в взрослой жизни. Мой друг не пришел ко мне на день рождения, вот, объяснение было, что он был на тренировках, и я сказал, как так? Вот у меня два друга было, он близнеца, один из них пришел, а второй не смог, потому что он был на тренировке, меня это как бы удивило, если не сказать больше, я думаю, что это такое, что такая секция, и в итоге я пошел на эту секцию, и мне понравилось, то есть я увидел, что есть определенная философия, она как-то вот, я это выбрал, потому что у меня был опыт предыдущих видов спорта, да, и я понял, что восточная философия мне близка, то есть, наверное, в первую очередь философия, то есть я занимался боксом, но и в боксе видел неуважение к тренеру, видел, что такое понебратство, и в итоге мне приходилось каждый день 55 минут идти пешком зимой, летом активно после тренировки, потому что я тренировался там два часа, за час приходил до тренировки, бегал, чтобы выносились, потом два часа тренировался, после этого оставался с ребятами ОФП делал дополнительно, и еще 55 минут шел, вот я помню, как сейчас, у меня время было всегда, тайминг такой был, но это было что-то невероятно, при этом я понимаю, насколько я не набирал ни калорий, ничего, но был очень такой замотивирован, и вот после первого года тренировок я выиграл чемпионат Дальнего Востока по юниорам, и с тех пор я выиграл все турниры, и через три года я стал черным поясом, это в то время была какая-то очень быстрая скорость, там в среднем где-то выходила 7 лет, вот за три года я дошел, по юниорам, будучи 17 лет я выиграл по взрослому турнир чемпионат Кавказа, не скажу тебе, что я талантливый, наоборот, я скажу, что я почти неталантливый для этого спорта, но все-таки длинную выигрывает тот, кто более замотивирован, талантливому человеку очень тяжело, потому что он не развивает себя, ему все было уже дано, все можно преодолеть, если усердие прикладывать, поэтому спорт в этом плане он несет какой-то в сжатом виде философию, и эта философия помогает в дальнейшем реализовать себя как человека в разных областях, как выход на татами это целая жизнь, то есть она длится 2-3 минуты, но за это время ты должен разведку сделать, где слабые места найти, потом нанести урон и подавляющим количеством выиграть, это всего лишь 3 минуты, а то их 2, и стресс колоссальный до момента выхода, который начинается месяц до, и момента уже выхода, и обуздать вот эту энергию, которые бушуют тебе эмоции, это очень не просто опыт, опыт именно позволяет работать с любым стрессом, его обуздать и направлять на созидание, вот поэтому есть ученик, есть мастер, ученик бьет все подряд, хаотичен в своих движениях, есть мастер, который точно носит удар и не распыляется, так и в жизни, так и в бизнесе, есть кто создает кучу движений, есть кто уже будучи опытным, пройдя через череду ошибок того самого самососедания, в котором он совершал ошибки так же, как новичок, потом матерел посихонечку и со временем стал мастером, поэтому, наверное, ошибки это неотъемлемая часть. Переехал в Москву в 1999 году, мы познакомились с ребятами на сборах в Анапе, и они пригласили, говорят, вот есть турнир в Белоруссии, поехали, я поехал туда, первое место занял, мы там две недели потренировались в Москве, после этого они говорят, слушай, мы тебе особо ничего не обещаем, ну давай, здесь перспективы есть, приезжай, вот, и пригласили в сборную. Я приехал в 1999 году, и пошла череда турниров, я начал выступать в Сибири, на чемпионате Европы, выступал в Азию, был третьим на Азии, ну там такие были, то есть сложные очень турниры, да, где не всегда принималось решения индополитические, да, то есть были, но все время был в топе, в призах, был в абсолютной весовой категории, в карате есть такой способ турнира, в котором вес не имеет роли, то есть может человек выйти 60 килограмм и 120, в массе своей, конечно, как в фильмах не получается, когда 60 килограммов он накидал 120 килограммов, на самом деле законы физики никто не отменял, вот, но есть исключения, конечно, вот, я в будущем 77 килограмм выжил, а второе место занял на этом, в этой абсолютке, в целом я от этой системы взял, наверное, на тот момент многое, и решил, что надо брать более амбициозную задачу, и меня манил бизнес, то есть я хотел того, чего я не знаю, но очень хочется, хотя то же самое было, не то что страшно, никаких предпосылок не было, то есть у меня не было денег, у меня не было ничего, только желание, и я всегда в тот период жизни говорил в любом возможности, говорил, да, смогу, знакомиться с ребятами по всей России, так как я выступал успешно, ко мне подходили, знакомились, и люди звонили, брали мне телефон, звонили и говорили, что, слушай, можно там найти такой-то продукт, я говорил, да, и вот я отправлял пиво, помню, сам ее грузил, потому что грузчикам не доверял, 20 тонн, я сам загружал, у меня было ноль боя, то есть обычно там они закладывали 7% боя, а я так как не доверял грузчикам, профдеформация была, они все кидали, вот просто безбожно, я не мог смотреть на это, я все аккуратно делал, я не удивляюсь, как ты делаешь, что у тебя ноль боя, и мне вот эту сумму боя давали 7%, я как сейчас помню, от контейнера, это была тоже для меня космическая сумма, потому что спортсмены были голодные в то время, это был с 99-го по 2002-й, таким образом я начал заниматься цветами, я так шучу, что все-таки этнический бизнес у меня, гены все-таки сработали, как бы я от них не уходил, но они, я начал заниматься цветами, отправлять в регионы, и в регионах я оттывкам отправлял, ну и за короткое время я нашел поставщиков в Голландии, в Эквадоре, в Колумбии, и начал возить напрямую, я пошел туда, где мои регалии вообще ничего не значили, черный пояс вообще-то, что тебя никогда никто не спросит, что у тебя какие, но между тем тебе нужно было опять показывать, что с тобой надо считаться, надо выстроить и прием, то есть опять с нуля, и это такой тоже интересный опыт, который я продолжаю, и, наверное, все это симбиоз, и есть то, чем я занимаюсь, это часть философия, в бизнесе это у меня в какой-то степени философия, психотерапия и прочие факторы, с которыми слились, вот, я не считаю себя бизнесменом какой-то высокого уровня, я считаю, я этим занимаюсь только потому, что они дают свободу, деньги, вот, при этом они помогают людям, то есть у меня нет амбициозной задачи работать, быть миллиардной компанией, у меня есть желание зарабатывать тот уровень денег, который позволит мне быть свободным. Мне было 23 года, я занимался несколько лет бизнесом, может года полтора-два, может даже меньше, но так получилось, что у меня девушка занималась финансами, у меня не было никогда фокуса на деньги, я просто занимался, потому что мне нравилось, и в какой-то момент какие-то деньги заработались, и я решил купить квартиру, потому что вроде надо, потому что это один из атрибутов, и не просто там квартиру, а хорошую, в то время это был 2003 год, можно было купить 2070 квартиру, долларов, а я покупал коммунальную из нескольких составляющих, то есть это квартира, это несколько квартир, то есть это было в Садовом кольце, так как я был юридически неграмотен, то есть вот это те самые области, когда можно быть, хорошо продавать, но юридически быть неграмотным, все равно тебя эта карма настигнет, только в эффекте уже больших чисел, 230 тысяч долларов я наличными деньгами выдал человеку, не взяв с него ни расписки, ничего, ну это было такое мошенничество, и я год как потерял интерес, ну в целом интерес к бизнесу, потому что я в какой-то момент, потом я уже анализирую, что я потерял эту энергию, да, и подумал, наверное, бессознательно, что зачем вкладывать усилия, если я все равно их потеряю, то есть и ощущение, что я себя считал человеком как-то более-менее адекватным, да, тут я себя повел очень незрело, меня эта вот самокритичность, она меня очень сильно подавляла, и я, наверное, год был в такой депрессии, и из этого состояния один я не выбрался, то есть я вот как-то зашел в тупик, и с каждым днем мне хуже и хуже становилось. Был дистрибьютор одной из цветочной компании эквадорской, и мы общались, ее звали Александра, она говорит, слушай, я тебе рекомендую сходить к психотерапевту. Ну, в моем 23 года я и психотерапевт, в моем понимании это был человек в белом халате, да, который скажет, присаживайтесь, да, будет какое-то устройство смотреть, я сопротивлялся этому, сказал, не-не-не, все не настолько плохо, но вот когда я дошел до состояния, когда у меня вот полная апатия была, я не мог себя замотивировать ничем, я позвонил человеку и говорю, ну что там, дай контакт, то есть, ну я просто не планирую идти, ну просто дай, чтоб было, да, и позвонил, все, пришел на психотерапию, и пошли, это появился свет, то есть я начал потихонечку как-то выходить из этого состояния к свету, то есть к тому ощущению, которое я уже забыл за этот год, так и познакомился с онтопсихологией, и мне повезло, то есть я так, получалось, что был так же активен, как в спорте в свое время, то есть я старался найти короткий путь к первоисточнику, и мне удалось попасть в какое-то крупное окружение человека, который основал эту психологию, это был очень интересный опыт, местами какой-то мистический, хотя я вообще не мистика, но я видел такие вещи, которые невозможно объяснить логикой, и вот это знание, которое непосредственное, то есть не опосредственно, через книги, а непосредственно, мне было очень интересно, и новый мир людей, опять же, контекста, в котором есть интеллект, и есть душа, люди из разных областей, из разных частей света, и я активно ездил на эти мероприятия, изучал, читал книги, восстановил быстро позиции в бизнесе, потому что появился интерес, начал разбираться с собой, в первую очередь, это я делал для себя, то есть не задача была заниматься психотерапией, для помощи кому-либо, нужно было разобраться с собой, хотя, наверное, сам по себе, я невольно этим всегда занимаюсь, и даже моя сейчас работа, она не вызвана больше задачи заработать деньги, а больше помочь, да, и здесь мы все друг другу помогаем. Антопсихология мне дала новый взгляд, новый контекст, и пошел следующий виток. Система, частью которой мы являемся, она нам определяет, что есть хорошо, что нет. То есть, если бы мы жили в обществе, где дружеское рукопожатие являлось бы валютой, то, возможно, мы бы имели определенное количество рукопожатий, миллиардеры имели бы чуть больше количество рукопожатий, но все-таки у нас мерило деньги, и я не могу перемещаться физически без денег. Я могу, но это будет такой очень некомфортный способ перемещения, да, потом я могу успеть больше, могу куда-то полететь, это все стоит денег, это надо заработать, при этом создавая ценности, и это сделать максимально гармонично, чтобы понимать, что ты несешь ценность, а не вводишь людей в заблуждение, или даешь некачественный продукт, который вызывает боль опленную, в мире становится больше негатива, да, или ты наоборот даешь большую ценность, в которой люди улыбаются, это может быть блогер, который рассмешил человека, да, и он улыбнулся в этот момент, когда у него был пять минут назад стресс, он тоже принес ценность, человек, который произвел дверь, и который позволяет ему получить опленное удовольствие, закрывать такую как потребность, безопасности, значит цель работает, и ты все правильно делаешь. И я занимаюсь сейчас производством, произвожу металлические двери, и все вокруг листового металла, сам в шоке, как это получилось, но так случайно тему выбрал сферу, но в ней есть потенциал, я занимаюсь им, это очень интересный, местами сложный, очень такой как необычный опыт производства, где есть ощущение, чувство, что ты приносишь ценность, эта ценность создает рабочие места, продукт, то есть я произвожу двери, металлические двери, если вам нужны надежные двери, то вы можете обращаться ко мне, но вы должны покупать отфуры, если вдруг вам нужна одна дверь, немножко накопить, и еще заказать 239 дверей, и получится 240, поэтому как только вы наберете такой объем, можете обращаться. Что важнее, цель или путь, да? Я думаю, что, конечно, путь, опять же, если это про бизнес, то цель, наверное, важнее, да, потому что там она измеримая и так далее, то есть рациональная. Если из области философско-душевных и прочее, да, то я бы говорил, что это путь, путь, потому что в этом пути ты ловишь постоянно кайф, то есть при том, что тебя в моменте, может быть, что-то развеселить и через секунду может напречь, но если ты внутри себя, то тебе это, это приключение. Если говорить про восточные единоборства, в частности каратэ, гукушинкай, которым я занимался, наверное, вот есть такие, которые привнесенные, да, социальные, а есть какие-то вот природные, природные философии, да, которые говорят о том, что должно быть взаимоуважение, то есть другому человеку. Даже если он ошибается, даже если он соперник и он агрессирует, тебе необходимо не вступать эмоционально, быть сдержанным, потому что первая реакция всегда, эмоции, она не всегда бывает разумна. Необходимо преодолевать сложности, то есть когда ты делаешь все возможное физически, и после этого необходимо сделать еще. Голова паникует, говорит, что как так, я уже не могу больше что-то за пределами этого, говорить, что надо сделать, и включается характер. И, наверное, в такой степени, в какой-то степени это концепт свободы воли, да, реализуется. То есть мы можем, мы можем, мы делаем, и в своей голове доказываем, что мы можем. Нам нужно было отжаться 50 раз, после 30 мы не можем, а потом, оказывается, находятся резервы, чтобы еще сделать 25, сделать 55. И все время ты тренируешь скорее тело, да, но скорее характер. Тренируешь такие вещи, которые не материальны. Ситуации не так много было, ну, там одна из таких конфликтных, человек там оскорбили, как-то хотели как-то по-другому поговорить, да, и я вмешался, и было человек, потом выяснилось, может, человек 40, но я лично видел там человек 15-20. Значит, когда мы начали выяснять отношения, понятно, что ребята физически все, ну, то есть достаточно каждому положить на меня руку, да, и меня бы сейчас на интервью не было, ну, или я был бы немножко в другой форме. И в итоге получилось вначале, показав характер, да, что я ни шагу назад не стану, то есть я с ними так же жестко говорил, да, но в какой-то момент мне удалось, потому что я был внутренне не то что спокоен, но скорее понимал, что так не должно быть. И вот в диалоге получилось переломить ситуацию, при которой ребята поняли, что как бы, ну, там была ситуация, что, не знаю, имеет ли смысл говорить там, оскорбили женщину, а она, значит, этнические там, ребята, вот. И они, я понял, я в моменте напомнил, что это в первую очередь их сестра, да, то есть если они мусульмане, надо понимать, что это их сестра. И это очень сильно как-то поменяло их настрой, с ног на голову поменяло, да, потому что они сразу пришли в нужную точку вот ситуацию, мы всей толпой пошли прощить прощение у нее, вот, это была какая-то космическая ситуация. Другой момент, что она этот человек не прощала, это была отдельная проблема, вот. Это было смешно и местами так очень интересно. Если ты видишь ситуацию со стороны, тогда ты можешь быть максимально функциональным, то есть не поддаться влиянию, там, тех факторов, которые на тебя влияют. Но если ты, тот же еще фактор, что если ты спортивно, у тебя сложение есть, то ты уже тем самым тоже вызываешь на себя определенную агрессию. Ну, у меня такой проблемы не было, я всегда был худой и наоборот не внушал такого, да, страха. Но, опять же, если ты уверен в своих силах, говоришь по делу, то любой конфликт можно решить. Как ни странно, имея вооружение карате, например, лучший бой, тот, который не состоялся в философии, поэтому он скорее нужен так, опосредованно, чтобы получить ту самую уверенность, тот уровень зрелости, которым необходим в конфликтных ситуациях. Если говорить про друзей, то наверное мы должны, это очень важная фраза говоришь, чтобы помолчать, да, то есть есть такая концепция, кстати, прогуглите про чашку латте, то есть есть пена, да, есть там молоко, есть кофе, когда ты проходишь через эти общения так же, то есть ты общаешься, когда на уровне каких-то разговоров поверхностных, это пена, тогда чуть глубже уже там молоко, да, в суть, когда ты ниже погружаешься, тогда ты можешь получать удовольствие от общения, от молчания, то есть это не повод, давай встретимся, помолчим, но это в какой-то момент синхронизация полей и люди понимают до того, как говорят, наверное, если мы говорим про дружбу, то если мы про глубокое, то вот так, если ну в любом случае всегда выбирает в моем случае собеседник, формат погружения, то есть мы можем остаться на уровне легкой, легкого контакта, можем пойти дальше, а если сотрудники, то здесь, наверное, более понятно, здесь вся логика должна быть направлена на принесение пользы, если эта логика соответствует, то он всегда зарабатывает, объятия зарабатывает, все вин-вин, схема работает, вот если он думает только о своих интересах или отчасти о своих интересах, тогда схема не работает, то есть я подбираю с точки зрения функциональности, полезности данному проекту. Наверное, в себе вопросы, наверное, личного характера, потому что я больше делал акцент на работу, я их не делил, это неотъемлемая часть была моего существования, то есть работа и я, это есть одно целое, наверное, больше каким-то чувственным опыту, да, в планету, близкого окружения, то есть я в какой-то степени за эти годы выбрал формат неосознанно спартанство такое, да, то есть я при всей своей такой активности, я все-таки человек закрытый, наверное, травмирующее прошлое, да, что открываюсь не всем, и, наверное, для того, чтобы я открылся, необходимо время, но и с моей стороны усилия. Я это тоже пробую делать, потому что, когда получается такого рода контакт, он несет катарсис внутренней, поэтому, наверное, работа над собой активно продолжится, в тех вопросах, которых я не развил, это близкое окружение, контакт более глубже с теми людьми, которые позволили это сделать, и я, наверное, позволю это сделать, иногда это продукт, иногда это способ действовать, то есть ты действуешь сегодня, сейчас, не знаю, так громко сейчас прозвучит, вдвоеме любви в плане для наполненности, то есть что такое любовь, в моем понимании, ты делишься тем, что у тебя избытки, если у тебя дефицит, то сегодня ты не встречаешь эту любовь, и если ты в состоянии наполненности, ты можешь этой наполненности поделиться с какой-то степенью, с коллективом, если это в бизнесе, в близком окружении, поэтому люби свое дело, я, наверное, для себя понимаю, люби жизнь, делай так, чтобы она тебе помогала, ты ей помогай, и в этой гармонии делись, когда у тебя избыток, если избытка нету, то надо зарядить батарейки, надо уединиться, восстановиться, и снова к людям, для того, чтобы в этой жизни, в это время друг другу приносить удовольствие. Ну, это вот, наверное, такая более глубинная мотивация, я ее, конечно, активно скрываю, то есть, потому что это как-то немножко даже звучит романтично, философски, но она так, она меня греет, наверное, если сейчас посмотрят мои сотрудники это видео, они, конечно, удивятся, потому что я для них ну, не тиран, наверное, ну, как бы, постоянно человек, который создает дискомфорт, но я такой, так что, может быть, эту часть вы меня реже видите, но на это есть определенные обстоятельства, такое было обращение к вам, сотрудникам и тем людям, которым я делюсь. Вы на канале «Люби то, что делаешь», желаю вам чаще находиться в состоянии счастья, но если вдруг по какой-то причине вы потеряли это ощущение, быстрее набрать его, быстрее вернуться в него, счастья вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok